здравствуйте друзья расскажу вам сегодня про интересные перипетии связанные с тем что есть у нас домишко в городе из полоалта ну вы может быть видели как мы его перестраивали может быть вы видели эту конвертацию гаража в студию там но не важно чем есть и у нас на участке фактически стоит два вот то что называется дверинг юнита дата что есть просто дом там с тремя спальнями и есть вот этот вот вот эта студия конвертирована ну и значит надо сказать что сети то есть городские власти они такие я бы даже не сказал что с коммунистическими замашками но с бюрократическим с бюрократическим и как всякая бюрократия значит они тупят постоянно и все какие-то гадости делу и по уровню так сказать вот этой бюрократизации типа коммунистической они приближаются или скажем так идут в фарватере за там сан-франциско может быть хотя кое в чем и опережают вот например сейчас они вышли с новой инициативой новое законодательство такое городское вообще когда закон городского плана называется ордена сити ордена и вот значит идея такая чтобы человек когда хочет продать дом не мог просто так продать а чтобы значит он за месяц известил сити а то и за два там зависимости от ситуации скажем если я просто дом он его за месяц должен известить а если и такое как у нас дом и еще там на нем то за два месяца 60 дней что он хочет продать и тогда значит сити имеет то что называется first right of refuse то есть он может забрать этот дом точнее последовательность очередность кто может забрать этот дом ну купить купить это сначала жилет который там живет но сити из пола такой как бы там бедные люди живут в основном конечно вот но тем не менее значит сначала может забрать жилет если жилет не может забрать то может забрать новый сертифицированный нон-профит как что такое сертифицированный нон-профит есть такие нон-профит организации задача которых обеспечивать такое как бы жилье подешевле ниже рыночного для простого народа нон-профит удают деньги кто дает ну вот через дорогу стоит фейсбук например и дают общая сколько денег у фейсбук значит фейсбук дает деньги нон-профит он нон-профит покупает жилье и дальше там скажем по сниженным ценам на субсидированных вот этих вот начала сдает подешевле там простому народу и надо сказать что в девятнадцатом году два года назад такая хреновина была принята в сан-франциско такая же хреновина есть в вашингтон дисси но тут есть тонкость одна значит дело в том что в сан-франциско и в вашингтон дисси это все никак не относится к домам то что называется single family да то есть просто вот дом на одну семью больше того на две семьи тоже не относится если вот такой как наш с двумя дверинг юнитами тоже не относится в сан-франциско вот уже начиная с трех и проблема в том для сити что в городе из пола алта апартмент комплексов вообще я не знаю сколько их там есть есть там питок или нету ну может быть то может быть есть может быть десяток есть я не знаю там домов то всего 1200 на весь город его значит как-то есть несколько и по идее конечно вот то чтобы сделали в сан-франциско там дикое количество этих апартмент комплексов они не имея в виду что это какие-то вот частные владельцы частных домов а вот какой-то апартмент комплекс если они хотят его продать то сити говорит я куплю я имею первое право купить вызывается значит специалист по оценке сити вызывает специалиста по оценке специалист говорит вот такая у него рыночная цена и сити говорит вот я готов допустим купить у тебя по этой рыночной цене без того чтобы она выходила на рынок там и тогда вообще надо сказать что если это про многоквартирные дома то там нет такого бума как сейчас например там с жильем обычные дома да то есть если я скажем если они у меня возьмут по цене оценки ну допустим там за миллион двести этот дом а на рынке я может и полтора бы получил потому что там ажиотаж потому что там то что называется multiple offers и начинается борьба за этот дом то есть если я им отдам по цене оценки я могу легко недополучить и сто и двести и триста тысяч на самом деле вот в сегодняшнем рынке вот этого из пола но там не ты можешь отказаться потом они там могут тебе портить нервы и кровь там и так далее так далее там очень длительные сроки скажем если в сан-франциско я должен за пять дней предупредить что хочу продать и у них есть там вот эти пять дней чтобы сказать да мы заинтересованы то здесь с моими двумя юнитами я должен за 60 дней сказать и 60 дней они у них есть чтобы сказать заинтересованы они линии если они говорят мы заинтересованы это значит что еще 60 дней у них есть на то чтобы найти деньги и там вызвать этого оценщика и и общем я значит я уже 120 дней 120 дней это между нами четыре месяца я в чине уже четыре месяца не могу выставить значит на продажу проблема еще в том что ну какой покупатель будет ждать четыре месяца это что же дурдом какой-то потом не то там не только 4 там еще разные процедуры значит допустим они дают offer вот эти скажем нон-профит но там история такая что а если он просит не вы ходит сети может купить сам для себя тоже может у них тоже есть какие-то деньги то есть сначала жилец потом нон-профит потом сити так вот если они когда дают offer они не обязаны представить доказательства того что у них есть деньги в отличие от нас и грешных он может давать offer и есть 40 дней на то чтобы значит если мы offer приня у них есть 40 дней на то чтобы найти деньги если да и они дают как бы гарантийный взнос там в размере одного процента от стоимости допустим дом стоит миллион они дают там десятку да не дали эту десятку и если они деньги не найдут то именно десятку это вернуть то есть она так висят к так не непонятно зачем давали то есть никаких последствий ничего то есть что-то такое настолько несуразное и безумное да тут еще такой момент если мы хотим создавать места где у людей субсидированное жилье как бы да то дом на одну семью это последнее что ты хочешь купить потому что гораздо выгоднее гораздо дешевле покупать дом причем чем больше там квартир тем лучше там 30 квартир 50 квартир 100 квартир эти тогда это дешево это все равно что допустим нужно инвалида отвезти к врачу и и покупаются для этого мерседесы последние модели там супер дюпер то вместо того чтобы взять старую тойоту пойти это вот такого же плана значит фигня в общем да мало того они еще скрытно это хотели сделать там чудом узнали начали кричать трубить в общем тут сейчас собирается общественность 1 декабря там будет митинг там собирается толпа там 7 декабря второй митинг и мы там участвуем в каких-то зумовских конференциях уже там собираются подписи и так далее так далее что может быть они даже испугаются вот но на самом деле понимаете эта штука настолько вредительская по отношению ко всему ну например нон-профит который купил такой дом он не платит деньги в городскую казну поэтому у него нет пропорти таксов так так город получает деньги а так не будет кроме того если например дом купили за миллион 500 и с этого заплатили там тоже налог в казну то если отдали за миллион двести наш налог будет меньше ну ну то есть абсолютный наносится ущерб городской казне причем я не знаю как они собираются так сказать монетизировать вот все это то есть покупку жилья по ценам ниже рыночных но бредовость этого всего значит она конечно очевидно то есть никогда и нигде и никто не создавал вот значит из домов на одну семью значит какие-то участки для того чтобы там подешевле их сдавать кому-то и бред но вот мы сейчас друзья боремся мы вовлечены светлана у меня активно участвует вот там собираются подписи знакомые мы там перезваниваемся периодически и так далее общем такие дела друзья я расскажу что дальше будет